всех приветствую в этом видео расскажу как я буду менять маслоотделитель на автомобиле audi a4 кузове b8 2011 год уже куплен новый маслоотделитель ревизия а.h. здесь установлена ревизия е е 2011 год судя по отзывам интернете типа самая проблемная ревизия и все меняют почему на этом автомобиле еще не поменяли я не знаю в принципе я уже показывал как мотор реагирует на открытие маслозаливной горловины он начинает немножко вибрировать двигатель в общем здесь имеются небольшие масляные подтеки не знаю из-за маслоотделитель это или прокладки клапанной крышки ну что ж теперь будем менять для того чтобы поменять нужен торг ст 30 и в первую очередь снять вот эти вот две катушки и снять вот этот вот шлейф кабелей для катушек сожигания так коннекторы катушек я снял поддевается немножко отвертка сюда либо вот в это отверстие и вытягивается но прежде время прежде нужно открутить пол на d30 крепящие катушки теперь отводим в сторону и можно искать катушки извлекаются вот так вот сколько-то масло здесь показывай сухо и без трещин это хорошо так что две катушки извлекаем без всяких инструментов которые в эльзе написано смотрим колодцы там вроде как сухо по крайней мере болота нету и теперь нам нужно открутить этот маслоотделитель у него по-моему 12 болтов откручивать без разницы в какой последовательности а вот обратно его прикручивать нужно по эльзе схему ставлю в описании закручены они моментом 11 все 10 болтов откручены теперь нужно отсоединить вот эти вот шланги ведущие вкусной коллектор и тут еще какой-то один шланг вентиляции этот шланг отщелкивается нажатием эти два фиксатора так одной рукой трудно надо чтобы вот эти вот штуки немножко разошлись поэтому можно помочь отверткой эта трубка отщелкнута тут в принципе вроде как масло должно быть но не должно быть всяких там отложений таких твердых это вытаскивается просто выдвигается таким вот образом сюда и все теперь в принципе маслоделитель должен наверное сняться буду пробовать его одной рукой опять маслоделитель снят визуально разницы наверное никакой незаметно будет это ревизия а h это е наружной стороны они одинаковые внутренней стороны тоже одинаковые единственная разница которая скорее всего их отличает это материал мембраны что здесь она вроде как не такая долговечная здесь сделали и более прочный и долговечный теперь можно посмотреть состояние этого сейчас включу фонарик значит кулачки распредвалы без задиров пальцем не чувствуется никаких да кстати масло слилось вот с этого места теперь нужно будет протирать тут обезжиривателем здесь вот все таки есть отложения масляные рыжие на распредвалах распредвалы прям все чистые это не может не радовать масло здесь действительно меняли часто и на качественное масло сейчас масло уже такое темное но это принципе нормально значит что оно моет хорошо теперь можно немножко протереть вот эту поверхность который должен садиться масляный отделитель я буду использовать очиститель карбюратора и закручивать все по эльзе то есть очередность именно очень важно а теперь еще один момент что произойдет если открыть маслозаливную крышку на новом маслоотделителе а аж проверяем двигатель начинает строить и крышка всасывается она не подпрыгивает как на ежке и двигателю он начинает колбаситься жестко все не будем больше мучить так что на новом маслоотделителе крышка должна присасываться но не сильно и двигатель начинает строить все новый масляный отделитель установлен все затянуто по по норме без динамометрического ключа ну и хрен с ним чтобы я бы еще хотел сказать я уже это второе маслоотделитель который я принципе заказываю обязательно обращайте внимание как он выглядит то есть он должен быть давайте на другом покажу во первых зеленая прокладка то что мне пришел вообще с артикулом а аж из красной прокладкой красный палат прокладка это китайская версия скорее всего поддельная какой доминант или еще что-нибудь и так же здесь вот должно быть вот такие вот надписи в той версии просто был артикул кольца volkswagen audi и все здесь вот должен быть вот этот вот фирма которая hengz это не знаю как правильно читается и артикул такой вот в том был артикул еще раз повторюсь 9495 af af вообще в принципе по каталогам нигде не бьется вот такие вот дела и в коробке соответственно мне пришел в пакете этот маслоотделитель я покупал официального дилера skoda со скидкой 20 процентов вышел 5600 чем-то рублей что в принципе не намного дороже чем в других местах но по крайней мере точно это будет оригинал точно будет не подделка а так спасибо за внимание ставьте лайки всем пока